С 1 января 2022 года стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ульяновске увеличится. Так, по безналичному способу оплаты придется заплатить 22 рубля. По наличному способу оплаты уже 25 рублей. При этом Ульяновская область в Приложском федеральном округе остается одним из тех регионов, в котором проезд на электротранспорте один из самых дешевых. Так насколько оправдано такое повышение цен? По словам директора Ульяновской электротранс Виктора Трипалина, такое небольшое увеличение стоимости проезда оправдано. Сегодня четверть расходов предприятий уходит на электроэнергию. В 2022 году ожидается рост цен на запчасти и горюче-смазочные материалы. При этом организация планирует уже в следующем году начать строительство новых трамвайных путей. Именно поэтому появилась потребность в дополнительных средствах. На следующий год запланирован ремонт трамвайных путей по улице Можайского в городе Ульяновске, железной дивизии, а также строительство новых трамвайных путей с обустройством контактно-кабельных сетей. Это улица Шигаева, Камышинская. Мы хотим соединить данное направление вплоть до вещевого рынка. Все же проезд в электротранспорте даже после роста цен все равно останется ниже, чем во многих других городах по Волжья. Так, в Казани и Самаре проезд давно превысил 30 рублей. В Нижнем Новгороде цена одной поездки составляет 28 рублей, в Перми – 26, в Саранске – 25 рублей. Повышение цены проезда вызвало бурное обсуждение среди ульяновских пассажиров. Ну, конечно, отрицательно. Заплаты не прибавляют, а жить как-то надо. Конечно, очень против. Ну, куда деваться? Ну, это от нас не зависит. Конечно, повысит. Без этого нельзя. Ну, вообще, конечно, не хотелось бы, чтобы стоимость проезда увеличивалась. Но, с другой стороны, если эти деньги действительно пойдут на ремонт путей для трамваев, на ремонт самих трамваев и на повышение зарплат кондукторов, то можно увеличить. Понятно, не нужно. Ну как? Люди вообще ездить не будут в электроне бабушки. Пенсия дается на капиток только в электроне бабушки. Хорошо, конечно. Для нас хорошо. Зарплата повысится маленькая. Мы жаждаем план у нас. Качество услуг увеличится, тогда мы дадим согласие. А пока это все на словах, не на деле. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Управда ТВ.